Да чёрт подери, даже когда я вышел за пределы города, в какой-то лес, я нашёл здесь пивной стаканчик. Вода в гусе хрустальном, как негранённый алмаз. Нефильтрованную её пить невозможно, так ко всему прочему ещё в половине города её просто нет, потому что в частный сектор пускать её якобы экономически нецелесообразно. Поэтому, во-первых, практически у каждого стоят газовые водонагреватели, которые надо включать каждый раз, когда тебе хочется тёпленькой. А во-вторых, все используют фильтры для воды. Кстати, в Москве из-под крана идёт прекрасная вода, и каждый, кто в Москве, использует фильтры, это... Хипстер. Скорее всего, он ещё оборачивает пульты пищевой плёнкой. В комнату, шапку, наверное. Добрый день, дорогие инженеры! Первое сентября... Первое января в деревне прошло... Прекрасно! Хорошая, насыщенная новогодняя ночь, приятное, насыщенное первое новогоднее утро, и... Первый, насыщенный, новогодний день! С одной лишь поправкой. Не в столице! Дороги в деревне... Дороги в деревне... Дороги в деревне... В гусе хрустальном вообще не чистят. Так что тёплые ботинки — это самая главная технология в этих широтах. Жаль, профилактики нет. Тут нет приложения «Мой город», через которое я постоянно спамлю Собянина по поводу негорячих лампочек, где бы то ни было. И единственное, на что может рассчитывать житель гуся хрустального — это выйти и громко выругаться. Слышимость здесь хорошая. На самом деле, в начале года здесь вообще нечего делать. Город мёртв. Разве что развивать питьевые мышцы. Или сходить в единственное развлекательное заведение города, работающее 1 января. Я бы хотел сказать вам, что «Пассажиры» — хорошее кино, приятное, которое легко смотрится и мне понравилось, если бы не одно «но». После того, как мы пришли домой, по телеку показывали нового Дредда. И вот это, вашу мать, охренительное кино! В этом лесу я встретил двух не пьяных людей в гусе хрустальном. Они катаются классикой по лесу. Субтитры сделал DimaTorzok Это, кстати, самое уродливое здание бюфе. Не то, чтобы здесь было очень красиво, но это помню. А это я стою на углу второго по уродливости здания. Аж собли потекли. Это здание, в котором нет ни одного прямого угла. Вот угол. Вот так вот. Икея. Слабо? Друзья, я нашел ошибку в системе респауна локаций. Отлично! Ох, неожиданно даже. Во дворе есть собственный стендап-театр. Друзья, я нашел ошибку. нравится джаред да а ему не очень говном воняет бэтмен очень удивится вот так вот а когда он нервничать начинает сидит на диване и нервничать нервничать знаете как его зовут седалищный нерв недавно появилось это прозвище юрий лутцев все лучшее для детей и для собак а вот и юрий кстати здесь работает голубятни на зеленограде последний голубят не закрыли когда еще был маленький по-моему обидно опять юрий в кадре да ё-моё этот дом с классом энергетической эффективности е а этот с классом энергетической эффективности d от слова пониженный тоже поет в целом это просто очень дешевый и не богатый город когда мой дедушка уезжал из москвы в зеленоград он очень не хотел переезжать из-за того что там нет театров я не знаю чтобы он сказал если мы предложили приехать сюда тут нет дорог а а и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дома! Вот такой вот получился небольшой влог у меня. Это все, что я успел снять. В новом году начнутся новые шоу. Продолжатся старые. Если вам понравился такой формат, когда я просто рассказываю, что я увидел и где побывал, напишите, я сниму еще чего-нибудь. Пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Ну и, как всегда, с вами был Евгений Зеленов. Пока! Кстати, в Зеленограде есть один театр. Никогда там не был.